Восстановление освобожденных Карабахских земель неизбежно повлечет за собой возрождение геральдики городов как нагорного, так и равнинного Карабаха, традиционным символом которого является золотой карабахский скакун Изображенный на старинном гербе шуши, карабахский конь давно и с легкостью преодолел рамки своего региона став национальным достоянием Азербайджана найдя свое достойное место в произведениях Пушкина и Лермонтова, Дюма и Бестужева-Марлинского отлитой в бронзе великолепной скульптуры выдающегося русского анималиста Евгения Лансере ставшую украшением одной из площадей бельгийского города Хам превратившийся в талисман исламских игр 2017 года нашедший свое воплощение в эмблеме футбольного клуба Карабах и центральной площади бакинского белого города который носит название площади карабахских скакунов и в скором времени предстанет перед вами во всей своей монументальной завершенности вместе с тем, исследование феномена карабахских коней как геральдического символа навело вашего покорного слугу на очень интересную, хотя и, увы, порядком подзабытую тему геральдики городов Южного Кавказа именно в ней, как нельзя более явственно читается драматичная история региона последних двух столетий и именно этому явлению мы решили посвятить предлагаемый вам фильм Огромное влияние на распространение геральдики как специальной исторической дисциплины занимающейся изучением гербов и эмблем оказала практика проведения средневековых рыцарских турниров Обычно турниру предшествовала продолжительная демонстрация гербов и гербовой атрибутики Участвующих в турнире рыцарей представляли глашатые – геральды Изначально геральды были лишь распорядителями, но поскольку их должность требовала знания, титулов и родословных знатий рыцарей со временем геральды начали заниматься систематизацией знаний о гербах и в конечном счете создали науку, получившую название геральдика Традиции европейской геральдики на Южном Кавказе получают наибольшее распространение с начала XIX века после завоевания региона Российской империи В более древние периоды местная геральдика испытывала на себе влияние самых различных культур и эпох от зароастрийской до исламской, от персидской до тюркской Наиболее интересным образом сочетание персидской и зароастрийской геральдических традиций можно усмотреть в наиболее древнем из бакинских геральдических символов, высеченном над парными крепостными воротами Расшифрованный в 1687 году немецким путешественником Энгебельтом Кемпфером Этот символ читался достаточно интересно Львы, то есть крепостные стены, стерегут быка, то есть город внутри стен под солнцем и луной При этом львы являли собой персидский символ силы Бык и коровы были священными животными у зароастрийцев А день и ночь символично изображались небольшими дисками справа и слева от головы быка Местные краеведы отмечают и такую деталь Что в отличие от персидских львов, бакинские львы не держат лапах мечей Однако именно в таком обличии они предстают на гербе Эреванской крепости И это более чем символично Эреванская крепость была последним южнокавказским бастионом Овладеть которым российские войска смогли лишь с третьей попытки Эреванская крепость оказалась крепким орешком Попытки взять ее в 1804 году генералом Цициановым и в 1808 году генералом Гудовичем Потерпели неудачу и лишь в октябре 1827 года после упорного штурма Крепостью овладел генерал Иван Паскевич Ставший после этого именоваться не иначе как Паскевичем Эреванским О том как выглядела Эреванская крепость на момент взятия российскими войсками Можно судить по полотну известного художника-баталиста Франца Рубо Примечательно, что на картине, запечатлевшей крепости Эреван в 1827 году Минаретов больше, чем на первом фотографическом снимке Бакинской крепости Александра Ульского в 1861 году Эреванская крепость являла собой хорошо укрепленной и достаточно внушительной для своего времени Оборонительное сооружение почти квадратной конфигурации в плане Обнесенная двойным рядом стен, общая протяженность которых составляла без малого 4 километра А высота стен достигала 10-12 метров Крепость была расположена на возвышении у обрывистого берега реки Зяньга Главной же достопримечательностью Эреванской крепости был знаменитый дворец Сардара По преданию построенный в 1600 году Именно в этом удивительном сооружении в 1827 году силами офицеров российского военного гарнизона Впервые осуществляется постановка бессмертного произведения Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» Архитектура дворца Сардаров в Ириване стилистически перекликалась с архитектурой дворца Шекинских ханов И поздней сефивицкими садово-парковыми павильонами Дворец славился великолепием интерьеров, роскошным зеркальным залом, богатством отделки, изысканными росписями В 1850-е годы портреты Фатали Шаха, его наследника Аббаса Мерзы, Сардара Гусейнхана Каджара и Рустам Зала Были тщательно восстановлены Мерзой Кадымом Эревани По праву считающимся основоположником азербайджанской станковой живописи Однако к концу 19-го столетия Сардарский дворец в Ириване предается забвению Приходит в упадок, ветшает на глазах Его стены, некогда расписанные великолепными орнаментами, фресками Покрываются граффити и надписями зачастую весьма непристойного содержания Но даже в этом настенном творчестве попадаются весьма интересные произведения Как, например, написанная в 1895 году весьма небесталанной русской путешественницей Элегия В которой как нельзя лучше раскрывается плачевное состояние дворца Так вот он, памятник минувшего величия Зеркальный пестрый зал, судилище людей Теперь блуждаете вы в области теней А много лет назад здесь громко раздавались Могучий глаз владык и пенья юных жен А он, Сардар, могучий сын ислама Он, ириванский царь, он властелин людей Теперь безгласный дух жилищ, могил над гробей Блуждающая тень в безмолвии ночей Печальным финалом всей этой истории становится окончательный снос Сардарского дворца в Ириване в 1914 году Вместе с ним уничтожаются и остатки Ириванской крепости В советское время на их месте будет возведен коньячный завод Арарат А в 2008 году, неподалеку от Ириванской крепости Разбивается площадь с весьма интересным названием Площадь России На открытии площади бывший президент Армении Серж Сарксян С академическим видом на неакадемическом лице Произнес, а точнее зачитал по бумажке довольно интересный пассаж Символично, что здесь совсем рядом когда-то находилась Ириванская крепость История которой отобразает всю широту армяно-российских отношений Ведь эта крепость, на которой русское знамя впервые Взвелось 1 октября 1827 года И где стоял русский гарнизон генерала Паскевича Являлось также и местом, где впервые Была поставлена бессмертная комедия Грибайдова «Горе от ума» в присутствии автора Предпосылки уничтожения азербайджанского культурного наследия Иривана Следует искать в начале позапрошлого столетия Когда указом императора Николая I от 21 марта 1828 года На территориях бывших Ириванского и Нахчеванского ханств Образуется новая административная единица под названием Армянская область 28 марта 1833 года императором утверждается герб этого новообразования В котором, увы, не нашлось места богатейшему мусульманскому Историческому, культурному и архитектурному наследию Иривании Хотя, следует признать, герб Армянской области был решен оригинально И по-своему даже красноречиво Герб Армянской области представлял собой щит В середине которого на голубом фоне была изображена гора Арарат Увенчанная золотым ноевым ковчегом В нижней части щита, справа, в красном поле Расположилась отошедшая в область преданий Так называемая корона древних армянских царей В то время как слева, в зеленом поле Изображалась Ичмиадзинская церковь с золотыми крестами В верхней части герба, в золотом поле, был изображен двуглавый российский орел Всеобъемлющий и держащий оба нижних изображения общего щита Герб венчала императорская российская корона Примечательная деталь В углавый орел, изображавшийся на гербах практически всех областей Или губерний Российской империи В случае с Армянской областью выведен несколько необычно Во-первых, он занимает практически все верхнее поле гербового щита А во-вторых, атрибуты так называемой армянской государственности В виде короны и церкви Орел крепко держит в когтях На гербах той же грузино-эмеретинской губернии Или Каспийской области, о которых мы еще поговорим Подобных когтей орла мы не увидим Кому-то может показаться, что это какая-то незначительная деталь Однако в такой серьезной науке, как Геральдика Именно в деталях зачастую скрыт очень важный подтекст Это тот случай, когда говорят «дьявол в деталях» По моему сугубо личному мнению Наличие когтей орла над атрибутами армянской псевдогосударственности Было призвано показать, что вся эта искусственно созданная армянская область Является даром российского престола Именно в этот период начинается политика массового переселения этнических армян Из Османской Турции и Персии в пределы Российской империи В частности, во вновь образованную армянскую область Однако, несмотря на довольно серьезные усилия царской администрации в этом направлении По прошествии 10 лет с момента образования армянской области В 1838 году армяне составляли лишь половину 165-тысячного населения Этого, по сути, искусственного образования Вобравшего в себя Эриванское ханство, Нахчеванское ханство и Ордубадский округ Обратите внимание, Карабах в состав так называемой армянской области не входил Следует ли удивляться тому, что указом того же императора Николая I От 10 апреля 1840 года армянская область упраздняется А ее территория передается, точнее, включается в состав грузино-эмеретинской губернии Таким образом, державный орел разжал когти И иллюзия армянской автономии на землях азербайджанских ханств Кружившая многим голову, разбивается в требезги В 1840 году в Закавказье вводится новая система управления По которой регион делится на две приблизительно равные административные единицы Грузино-эмеретинскую губернию на западе и Каспийскую область на востоке Вскоре вводится и новая система геральдических символов Если Международным днем Геральдики считается 10 июня Поскольку именно в этот день, в 1128 году Король Англии Генрих I посвятил своего будущего зятя Жуфруа V в рыцаре И пожаловал ему щит с изображением шести золотых львов То на Южном Кавказе, днем Геральдики Можно по праву считать 21 мая 1843 года Когда император Николай I утвердил гербы не только двух областей Но и всех уездных городов стратегически важного региона Раскинувшегося от черного до Каспийского морей Геральдика городов и областей Южного Кавказа имела ряд характерных особенностей Изображения в верхней части гербов были одинаковыми практически у всех городов И обозначали их принадлежность к той или иной области или губернии Это была так называемая гербовая или геральдическая константа Гербовой переменной были изображения в нижней части щита Которые характеризовали тот или иной город А наряду с этим каждая губерния или область имели свой отдельный геральдический символ В случае с грузиной Меретинской губернией герб описывался следующим образом Цитирую В двух верхних частях изображены с левой стороны гора Арарат Ахрыдах с Ноевым ковчегом на вершине А с правой Черное море В двух нижних частях помещены с левой стороны две серебристые извилистые полосы Изображающие реки Куру и Аракс А с правой снежная вершина горы Казбек В середине главного щита находится маленький щит В котором по серебряному полю изображен святой великомученик и победоносец Георгий А сверху главного щита императорский коронованный орел Прикрывает щит своими крыльями Конец цитаты Обратите внимание, мой дорогой зритель Прикрывает крыльями Они держат в когтях Как в случае, сканувшие лету армянской областью Что же касается гербов уездных городов-губерний То каждый из них отличался довольно оригинальным решением своей нижней части Так символом Тифлиса Крупнейшего торгового и административного центра региона Был кадуцей Крылатый жезл покровителя коммерции Меркурия Украшенный его крыльями И обвитый двумя обращенными друг к другу змеями Кутаис символизировала слияние двух рек Риони и Кверилы А также оливковая ветвь На гербе Иривани была все та же серебряная Ичмиадинская церковь С золотыми куполами и крестами Более походящая на православный собор Нахичевань была представлена копьем И тремя заполненными стрелами золотыми колчанами в Красном поле Несколько философски читался герб Закатала В том же Красном поле крепостная стена Освещенная восходящим солнцем У стены лежит серп на переломленной шашке В знак того, что жители, оставив набеги и войны Занимаются земледелием и мирными промыслами Иными словами, перековали мечи на оралы Однако наибольший интерес Взывают гербы вторых по величине городов Сегодняшних Азербайджана и Армении Гянджи и Гюмри В то время Елизавет Поля и Александрополя соответственно Герб Елизавет Поля, Гянджи В своей нижней части имел достаточно интересное изображение Цитирую по описанию герба В червленом поле меч и переломленная азиатская сабля Положенные крестообразно концами вниз И соединенные лавровым венком В знак победы, одержанной российскими войсками над персиянами Конец цитаты Дело в том, что, как и Ереванское ханство Гянджинское ханство оказало упорное сопротивление Российским войскам в 1804 году А затем стало местом одного из решающих сражений Русско-персидской войны 1826-1828 годов Что же касается герба Александрополя То тут, в нижней части гербового щита Можно увидеть, ну, более чем лихо закрученный сюжет Цитирую описание герба В нижней половине щита В зеленом поле наклонная серебряная лестница С правой стороны лестницы изображен крест В знак того, что новым христианским жителям Переселенным из Турции Даны способы возвысить свое благосостояние А слева и полумесяц Обращенный, почему-то, рогами вниз Ну, по тексту документа Видимо, не нашлось иного определения Так сказать, оконечностям полумесяца Итак, полумесяц, обращенный рогами вниз В знак того, что численность мусульманского населения города Постепенно идет на убыль Конец цитаты Комментарии, что называется, излишни Вместе с тем, дореволюционные фотографии Открытки Александрополя Представляют более чем весомые доводы В пользу коренного азербайджанского Или, как его тогда называли Татарского населения города Так или иначе Дореволюционные геральдические символы Двух ведущих городов Современного Азербайджана и Армении Более чем красноречиво свидетельствуют О победах русского оружия В случае с Гянджой, Елизаветполем И целенаправленной политики переселения армян В пределы Российской империи В случае с Гюмри, Александрополем Не менее интересной И тоже перекликающейся современностью Только в несколько ином ключе Представляется геральдика уездных центров И самой Каспийской области Щит, имеющий золотое поле Разделен на четыре части В двух верхних частях изображены С правой стороны стоящий тигр А с левой – вылетающий Струями из земли воспламененный газ В двух нижних частях помещены С правой стороны голубая полоса Означающая Каспийское море А с левой – хребет гор Из коих некоторые имеют Снежную вершину Вверху щита Императорский коронованный орел Прикрывает его своими крыльями Верхняя часть геральдического щита Практически всех городов Каспийской области Нашла довольно интересное продолжение В современном Азербайджане В частности, в облике Баку Изображения трех языков пламени Буквально срисованы Знаменитые башни огня Flame Towers Ставшие своего рода визитной Карточкой Баку современного Что же касается изображения тигра Или в отдельных версиях леопарда То оба этих благородных представителей Семейства кошачьих Имеют непосредственную связь С территориями, которые символизировались Этими геральдическими знаками Так Александр Дюма В своем произведении Путешествия на Кавказ Приводит довольно интересное И колоритное описание Тигров в Ленкаране Что же касается леопарда То сохранению и возрождению Этой уникальной популяции Кавказских леопардов Посвящен целый одноименный проект Осуществляемый под эгидой Министерства экологии И природных ресурсов Азербайджана Совместно с Общественным объединением Айдея Под руководством Лейлы Алиевой И Всемирным фондом охраны живой природы Смею вас заверить Проект уже приносит ощутимые результаты Наряду с общим элементом В виде трех языков пламени И гордым котом Который гуляет сам по себе Каждый из семи уездных городов Каспийской области Имел свою характерную символику В нижней части щита В случае Баку Это голубое поле Разделенное на две части С левой стороны изображен Навьюченный верблюд С цветками шафрана В знак того, что жители Промышляют караванной торговлей И с успехом занимаются Разведением шафрана С правой же стороны Брошенный в землю якорь Означающий, что Баку Имеет лучший на Каспии порт Шамаху символизирует Два накрест сложенных Ружейных ствола На них наброшен кусок материи А под ними Медный кувшин С двумя золотыми рыбами по сторонам Не будем забывать Что довольно обширный Шамахинский уезд охватывал Цальянские рыбные промыслы А также селения Лахыч И Баскал Известные своей медной посудой И платками Келогаи Ленкарань представлена Серебряной бараной Символизирующей Чрезвычайное плодородие почвы И трудолюбие местных землепашцев Невзирая на обилие змей Которыми по преданию Была полна находящаяся В уезде Муганская степь Не менее интересны Земледельческие традиции Кубы В чьем гербе Три колоса пшеницы Свидетельствуют Об изобилии хлеба А голубая полоса Каспийского моря Показана на фоне Горы Бешпармак Служивший маяком Мореходом И ориентиром Торговым караваном Герб Шеки Или Нухи Живописно украшен Ветвью Тутового дерева С тремя шелковыми коконами И бабочкой На каждом из них Дань многовековым Традициям шелководства Очень интересным Хотя и несколько вызывающим С точки зрения Сегодняшних реалий Представляется Герб Дербента Где в нижней части Изображена Дербентская крепость Упирающаяся Одной стороной стены В горы А другой Доходящая До Каспийского моря Справа же Изображены Корни растения Морены Переплетающиеся Со стеблями Мака И перевязанные Золотой лентой Что означало Согласно Описанию Герба Что жители Дербента С большим успехом Занимались Обработкой Морены А также Разводили Мак Для приготовления Из него Лечебного Опиума Терека А культуривание Нежеценного Красителя Морены Подарил Миру Житель Дербента Скорее всего Азербайджанского Происхождения Кербалаи Гусейн Уникальный Случай Когда В описании Геральдического Символа Указывается Конкретное Лицо Ну и наконец Самым Ярким Самым Динамичным Самым Что называется Привлекательным Из гербов Городов Каспийской Области Беусловно Является Герб Шуши На котором Изображен Летящий В неукротимом Порыве Золотой Карабахский Скакун В зеленом Поле С азиатской Упряжкой Уздечкой Седлом Нижняя часть Щита Обозначала Что в уезде Разводится Порода Отличных Лошадей Но также Выделываются Азиатские Седла И уздечки Именно Такое Седло Увезет С Кавказа В ходе Своего Путешествия Александр Дюма У вас Неплохо Получаются Лошади Вы их Любите? Да Я очень Люблю Горобахских Склопнов Именно Горобахских Да А Почему? Ну Потому Что Они Очень Красивые Очень Быстрые Вы Знаете Что Один Горобахский Скакун По имени Кишмиш Пробежал Сто метров Тысяча метров В одну минуту Километр За одну минуту? Километр За одну минуту Он просто Пролетел? Да Стрелой Вау А еще был Один Горобахский Скакун Его звали Заман Его передали Королеве Англии Елизавете Второй Подарили Подарили А вы Хотели бы Проскакать На Горобахском Коне Я уже была Один раз На Лошади Век Каспийской Области И Грузиной Меретинской Губернии Также Оказался Недолгим 14 декабря 1846 Года Императорским Указом Создаются Тифлисская Кутаисская Шамахинская И Дербенская Губернии Тремя Годами Позже 9 июля 1949 Года Из участков Тифлисской И Шамахинской Губернии Выкраивается Ириванская Губерния В декабре 1859 Года После Разрушительного Землетрясения В Шамахе Центр Губернии Переносится В Баку А губерния Переименовывается В Бакинскую Наконец 9 декабря 1867 Года Из уездов Бакинской И Тифлисской Губернии Формируется Елизавет Польская Губерния Ставшая Впоследствии Гянджинской Вновь образованные Губернии Получают Свои Геральдические Символы Разрабатывавшиеся В период С 1856 По 1878 Годы Общим элементом Губернских Гербов Становится Императорская Корона Венчающая Геральдический Щит Дубовая Ветвь С золотыми Листьями И Андреевской Лентой А также Неразделенный Щит И Емкое Цельное Изображение В центре Несмотря на более Упрощенный И унифицированный Дизайн Гербов Закавказских Губерний В двух Из них Все еще Дает о себе Знать Некий Политико-религиозный Подтекст Так Герб Тифлистской Губернии В которой Располагался Кавказский Наместник Представлял С собой Золотой Щит Разделенный Черным Крестом Обремененный Двумя Отрезанными Руками Держащими Золотой Православный Трелестный Крест Стоящий На серебряном Опрокинутом Полумесяце В углах Щита Четыре Оторванные Червленые Львиные Головы С черными Глазами И языками Оторванные Руки Оторванные Головы Как В гладиаторском Бою Герб Эреванской Губернии Был Проще В лазуревом Щите Серебряная Скала Увенчанная Золотым Русским Крестом Обратите Внимание Мой Дорогой Зритель Символом Эреванской Губернии Был Трехлистный Православный Крест А не Армянский Крест С его Традиционными Ответвлениями Расширенными Оконцовками И так далее И вот в этой связи Не мешало бы Обратиться К статистике Которая В умеренных Дозах Может быть Не просто Интересной Но даже В чем-то И увлекательной По данным Российской Переписи 1897 года Православное Население Иреванской Губернии Не составляло И 2 Процентов 1,92 В то время Как мусульманское Население Приближалось К 40% Для большей Точности 37,75% Что же касается Армянского Населения Иреванской Губернии То только В трех Из семи Ее уездов Армяне Составляли Большинство Населения Таковыми Таковыми Александропольский Уезд По уже Известным Нам Причинам Описанным Геральдики Эчмядинский Уезд И Новобаязетский Уезд Расположившийся Вокруг Озера Гейча Кстати Само название Новый Баязет Наглядно Свидетит о том Что именно Из турецкого Баязета Туда Переселялось В массовом Порядке Армянское Население Впоследствии Этот город Будет переименован В Камо Сейчас он Называется Гропарк Это центр Гегар-Куникской Области Где недавно Происходили трения При определении Границ Однако Основная Так сказать Приграничная Истерия Происходила В области Находящейся Чуть к югу От Гегар-Куника Сюникской Области Так вот Эта область Первоначально В состав Ириванской Губернии Вообще Не входила Она была Частью Одного Из крупнейших Уездов Елизаветпольской Губернии Зангизурского Уезда С центром В городке Герусы То есть Современной Горисы Более 50% Населения Зангизурского Уезда Составляли Азербайджанцы Кстати В самом Ириванском Уезде Азербайджанское Население Составляло 51% Против 38% Армянского Населения Однако От уже Наскучившей Вам статистики Хочу вернуться К нескучной Геральдике Которая В случае С рядом Южнокавказских Губерний Имела Очень оригинальный Я бы даже сказал Анималистический Характер Очень интересный Из фантазии Был решен Герб Кутаисской Губернии Утвержденный В 1856 Году В зеленом щите Красочно Изображалась Золотой Руно Исона Медеи Их Сподвижников Аргонавтов Но на сей раз Уже подвешенная На ленте Цветов Российской Империи Одновременно С этим Символом Был утвержден Герб Шамахинской Губернии Где в таком Же зеленом Поле Изображался Тигр Однако После переноса Центра Губернии Из разрушенной Землетрясением Шамахи Тремя годами Позже В 1859 Году На гербе Бакинской Губернии Тигра Сменил Вздыбленный Карабахский Скакун Именно так Он изображен Сейчас На эмблеме Футбольного Клуба Карабах И лишь В июле 1878 Года На гербе Бакинской Губернии Появятся Три Золотых Пламени На черном Щите Чуть Чуть Более Скромном Антураже Эти Языки Огня Перекочуют И на герб Баку Как теперь И же Губернского Центра Пожалуй Самым Ярким И красочным Из геральдических Символов Закавказских Губерний Был Герб Елизаветпольской Губернии Ставший Впоследствии Гянджинской Утвержденный 5 июля 1878 Герб Елизаветпольской Губернии Представлял Собой Золотой Столб В черном Щите С кинжалом Обремененным Червленой Чернью Рукоятью Серебряными Украшениями И с двумя Георгиевскими Крестами Щит Украшен Императорской Короной И окружен Золотыми Дубовыми Листьями Соединенными Андреевской Лентой Итак Кинжал И два Георгиевских Креста Как символы Воинской Доблести Отваги Ярчайшие Примеры Этой Доблести Во многих Военных Компаниях Являли Выходцы Из Елизаветполя И его Губернских Окраин В 1914 Году В самом Начале Первой Мировой Войны Из Добровольцев Елизаветпольской Губернии Комплектуется Татарский То есть Азербайджанский Конный Полк Туземной Кавказской Конной Дивизии Более известной Как Дикая Дивизия А чеченский Полк Этого же Подразделения Возглавит Выходец Из Шуши Принц Фейзула Мирза Каджар Принц Фейзула Мирза Каджар Выпускник Тифлийского Кадетского Корпуса И престижного Николаевского Кавалерийского Училища В Петербурге Которое он Окончил По первому Разряду Принимал Участие В русско-японской И первой Мировой Войнах Был удостоен Георгиевского Креста Четвертой Степени Дважды Серьезно Ранен Дослужился До звания Генерал-майора В период Первой Азербайджанской Республики В составе Кавказской Исламской Армии Он принимал Активное Участие В освобождении Баку От дашнаков Большевиков Эсеров И англичан Однако После подавления Гянджинского Восстания В 1920 Году Был расстрелян Большевиками Главной Особенностью Шушинского Принца Фейзулы Мерзы Каджара Было то Что это был Воин Это был Кавалерист До мозга Костей Его формирование Как личности Человека Наездника Бойца Воителя Происходило В добром Седле На надежном Карабахском Скакуне Там самом Карабахском Скакуне Который был Изображен На гербе Его родного Города Шуша В сегодняшнем Азербайджане Освободившем Шушу От 28-летнего Плена Возрождаются Эти добрые Ратные Традиции Хотелось бы Чтобы вместе С ними Возродились И те Геральдические Традиции Прошлого И позапрошлого Веков Которые В современном Азербайджанском Обществе Могут получить Совершенно Новое И очень Интересное Звучание Отношение К дореволюционной Геральдике В Советском Союзе Вряд ли Можно назвать Благосклонным Гербы Дворянских Родов И выдающихся Фамилий Были попросту Уничтожены Вместе Самим Классом А геральдические Символы Городов Отнесены К области Приданий Тем не менее Именно в Советский Период Выпускается Целая Серия Нагрудных Значков С изображениями Гербов Городов Бакинской Елизаветпольской Тифлисской И иных Закавказских Губерний Однако Это было Лишь Коллекционным Увлечением Официально Над шестой Частью Суши Устанавливается Один Единственный Символ Ставший В различных Вариантах И вариациях Неизменным Элементом Гербов Всех Союзных И автономных Республик Знаменитый Союз Серпа И молота Молоткостый Серпастый Советский Герб Во всех Его Вариантах И вариациях Давным Давно Отошел В область Приданий Однако Казавшийся Нам Нерушимым На протяжении Десятилетий Союз Серпа И молота В действительности Оказался Не столь уж Прочным Если не сказать Наоборот Наглядным Примером Тому Служат Недавние Выборы В Армении В ходе которых Перевязанные Трехцветные Ленты Армянского Флага Молоток В руках Никола Пашиняна Стал символом Грядущей Стальной Революции В ответ На это Его Главный Политический Оппонент И заклятый Личный Враг Роберт Кочарян Коварно Вытащил Из-за Пояса Серп Словно Угрожая Физической Расправой Всем Своим Политическим Оппонентам Я далекий От политики Человек Однако Надеюсь Как и вы Мой дорогой Зритель Очень внимательно Следил за Недавними Выборами В соседней Стране И не скрываю Своего удовлетворения От того Что несмотря На тяжелейший Политический Экономический Социальный Демографический Кризис В Армении Вызванный Разгромным Поражением Во второй Карабахской Войне Вот этот Грубый Молоток С гвоздодером Пашиняновский Расколошматил Вдребезги Криминальный Серб Роберта Кочаряна Который В руках Этого Очень Высокомерного Надменного И в высшей Степени Отталкивающего Субъекта Выглядел Как нож Хулигана В подворотне Однако Абстрагируясь От геральдической Символики Хочу высказать Надежду На то Что в Армении В ходе Последних Выборов Победила Партия Мира Ибо Настало Время Собирать Камни Восстанавливать Отношения С историческими И географическими Соседями А сделать это Можно Лишь Уважая Международно Признанные Границы Открывая Транспортные Коридоры И восстанавливая Утраченные Десятилетиями Человеческие Связи Только Это Поможет Армении Стране 86% Внешней границы Которые Сейчас Наглухо Закрыты Превратиться Из этакого Южно-Кавказского Тромба В неотъемлемую Часть Живой Кровеносной Системы Региона Исторически Связывавшего Запад с Востоком И север С югом Произойдет Это или нет Время Покажет Однако Ясно одно Армянское Общество Однозначно Отвергло Криминальный И коррумпированный Карабахский Клан Все политическое Кредо Которого Было построено На вражде Войне И крови Причем Не только Азербайджанской Но и Армянской Возвращаясь От Отвергнутого Армении Карабахского Клана К освобожденным Карабахским Землям Азербайджана Не могу Не отметить Того Что сегодня Эти земли Лежат В руинах Освобожденные В ходе Победоносной 44-дневной Отечественной Войны Они представляют С собой Зрелище Отчасти напоминающее Советский Союз После Великой Отечественной Войны 41-45 Годов Ведущие Центры Равнинного Карабаха Агдам и Физули Лежат В руинах Их уже назвали Своеобразными Южнокавказскими Хиросимой И Нагасаки Колоссальный урон Нанесенный Историческому Архитектурному Наследию Города Шуша Признанного Культурной Столицей Азербайджана Сегодня Эти земли Возрождаются И возрождаются По совершенно Новому Ультрасовременному Принципу Умное село Умный город И если этот Принцип Удастся довести До конца И реализовать То Восстановленные Карабахский И Восточно-Зангизурский Экономические Районы Азербайджана Станут Своего рода Локомотивом Инфраструктурного Развития Регионов Нашей страны И это Неизбежно Вновь Реанимирует Вопрос Карабахской Геральдики Но это Геральдика Должна восстанавливаться На принципиально Новой основе Однако С учетом Удивительного Уникального Прошлого И традиций Этого Неповторимого Региона Азербайджана Восстановление Освобожденных Земель Актуализировало Тему Возрождения Гербов Карабахских И Зангизурских Городов На принципиально Новом уровне Но с сохранением Преемственности Прежних Геральдических Символов Эту очень непростую Тематику Мы решили обсудить С девятилетней Лали Гаджиевой Чей свежий взгляд Оказался очень Интересным И неординарным Лали Скажите пожалуйста Если бы вас Попросили Изобразить Вообразить Создать Гербы Городов Карабаха Их же много Это и Агдам Это и Физули Это и Джабраил Это и Суша Из Ангеланы Лачины Кельбаджар Вот Вас попросили Вам дали задание Придумать им Гербы Но так Чтобы в этом Гербе Был один Общий элемент Который Все эти города Объединяет Чтобы было видно Что это Карабахские города Как вы думаете Что могло бы быть Вот этим Общим элементом Гербов Всех Карабахских Городов Конечно же Карабахский Конь Почему Он же Карабахский Это определение Карабахский Скакун у нас Общий для всех Да А теперь Давайте подумаем Наряду с этим Скакуном Вот как нам Изобразить Город Шушу Что бы вы Изобразили Шуша Очень известна Ее цветами Поэтому обязательно Надо ее нарисовать Это музыкальный Инструмент Шуши Ага Это те музыкальные Инструменты На которых Исполняют Мугам Которым Известна Шуша Итак Мы с Лали Уже набросали Герб Шуши На нем у нас Присутствует Карабахский Конь Так Золотой окраски Знаменитый цветок Хары-бюль-бюль Это карабахская Орхидея И инструменты При помощи которых Исполняется Мугам Прекрасно А вот Это что за город По-вашему Вот я у вас вижу здесь Джабраэл Джабраэл Почему Ну потому что Там есть очень хороший мост А Там есть два Древнейших моста Древнейших Очень известные моста Которые называются Кудоферинские Кудоферинские Ага Но здесь Я вижу что вы Карабахского коня Разместили над мостом Правильно? Да Почему? Потому что Я хочу изобразить Что он как будто бегает А то есть Он летит по мосту Правильно Да Как По-вашему Должен выглядеть Герб Агдама Чем был известен Агдам? Ну Агдам В нем очень много Мечетей То есть мы можем Изобразить Агдамскую мечеть Так А еще Еще там очень Много растет Хребный Да В Агдаме Был единственный В Советском Союзе Музей хлеба Который я надеюсь Будет тоже восстановлен Поэтому на Агдамском гербе Мы изображаем Три пшеничных колоса А еще в Агдаме Очень хороший Виноград Виноград Из которого делали вино Да То есть Виноградная лоза Таким образом Герб Агдама Представляет собой Карабахского коня В нижнем поле А наверху Знаменитая Агдамская мечеть Так А рядом с ней Виноградная лоза И пшеничные колосья Пшеничные колосья Прекрасно Варианты гербов Карабахских городов Могли бы выглядеть Следующим образом Физули В верхнем поле слева Виноградная лоза Пшеничный колос И цветок хлопчатника Справа Перо И старинный манускрипт В нижнем поле Золотой карабахский скакун Губадлы В верхнем поле Горный хребет На вершине которого Возвышается тур Взятый из советского герба Лачин В верхнем поле слева Барашек с густой шерстью Справа Сокол с добычей в когтях Взятый из советского герба Кельбаджар В верхнем поле слева Три золотых слитка Справа Минеральный источник Истесу В нижнем поле Золотой карабахский скакун А как мы изобразим Зангелан Ну, в Зангелане Очень много растет фруктов Поэтому на каждой картине Согласен Но мы тут еще видим что? Паровоз Это паровоз Это локомотив Который везет за собой поезд Потому что через Зангелан Проходила раньше Я надеюсь будет проходить дальше Железная дорога Которая соединит Основную часть Азербайджана Затем пройдет по Зангезурскому коридору И дальше в Нахчевань Таким образом Зангелан известен Как крупнейший Железнодорожный центр Безусловно Ни один из предлагаемых Вариантов гербов Не претендует на истину В последней инстанции Однако бесспорным является то Что геральдической константой Всех карабахских городов По определению должен стать Карабахский скакун И именно в этом Сошлись мнения Фуада Ахундова И его юной помощницы Крой любимый и родной Воздух твой как мёд Композиция из карабахских коней Изначально задуманных На одноименной площади Бакинского белого города По счастливому стечению обстоятельств Стала символом карабахских городов Освобождённых в ходе 44-дневной Отечественной войны Шуши и Агдама Джабраила и Физули Губадлы и Зангелана Лачина и Кельбаджара Хочется верить Что каждый из этих коней Займёт своё достойное место Как в геральдике Так и в культурном, историческом И духовном наследии Одного из красивейших регионов Вернувшегося в Азербайджан После 30-летнего плена ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok